Итак, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Мы сейчас в самом центре историческом города Флоренции. И я сегодня приглашаю вас совершить культурную прогулку вместе со мной. Я надеюсь, что прогулка вам понравится. Если это будет так, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Ну а мы начинаем. Сейчас мы с вами находимся на площади кафедрального собора. Санта Мария дель Фьори или Святой Девы Марии с цветком. Как вы думаете, почему так называется собор? Потому что название города Флоренция переводится с латинского языка цветущая. Римляне давали обычно своим городам какие-то такие названия-пожелания. И вот в данном случае они дали городу название-пожелания Флорентия, то есть цветущая-процветающая. Город действительно в веках, конечно, менялся. Иногда приходил упадок, но если вот как бы лейтмотив проследить, то все-таки он действительно всегда цвел и процветал. И сейчас я хочу поговорить о одном из периодов расцвета. Это 12-13 век. Это средневековье, когда город Флоренция был настолько богат и настолько населен, что стоял в одном ряду с Лондоном и Парижем по тем временам, наверное, самыми главными городами Европы. И вот в том городе в конце 13 века люди решили, что существующий кафедральный собор, во-первых, устарел, а во-вторых, он мал на селению. И, соответственно, было решено построить новый огромный собор. Архитектором выбрали человека по имени Арнольфо де Камбио. Он в конце 13 века очень много работал в городе и очень много монументальных сооружений заложил. И вот он закладывает в 1296 году кафедральный собор, достраивают за ним уже другие архитекторы, причем не только достраивают по проекту Арнольфо, но еще и увеличивают здание таким образом, что здание на момент строительства и на момент окончания строительства во второй половине 14 века становится самым большим в Европе. 100 метров с лишним длина. Но возникает проблема, как перекрыть купол. Ведь купол поистине исполинский предполагается, потому что диаметр барабана, то есть того сооружения, на котором купол возводится, больше 45 метров. И, соответственно, здание, представляешь, стоит. Оно стоит, стоит, все, службы идут внутри, это кафедральный собор, а купола нет. То есть самая главная часть собора, там дождь, там снег, там что попало. В 1418 году начинается возведение купола. Архитектором, который занимался куполом, был Филиппо Брунеллески. Наверняка имя слышали, но если не слышали, то сейчас услышали. В общем, гениальный человек, ну не только архитектор гениальный, он еще и, в принципе, гениальным был ученым, потому что изучал в том числе математическую, геометрическую перспективу и огромный вклад сделал вообще, в принципе, в развитии эпохи Возрождения. Одно из достижений, как раз таки, эпохи Возрождения, это открытие вновь выверенной математической перспективы, то есть перенесение трехмерных каких-то объектов на двухмерную плоскую поверхность, как мы в живописи это видим. Теперь я хочу несколько слов сказать о фасаде, но для того, чтобы про фасад говорить, давайте мы к нему поближе подойдем. Ну вот, мы подошли поближе к фасаду Домского собора, и он, конечно, потрясает своей красотой и декоративностью, но разочаровывает туристов, потому что построен он был не в то же самое время, что и сам собор, а в конце XIX века. Это неоготический стиль, конечно, стилизованный под Средневековье. В отделке использованы три вида нашего тосканского мрамора. Это зеленый мрамор, который добывали в городе Прату. Белый мрамор, наверное, самый знаменитый мрамор в мире, карарский мрамор, из которого все самые прекрасные скульптуры эпохи Возрождения сделаны. Микеланджело, в частности, только такой мрамор использовал для своих работ. И рядом мы видим колокольню. Собственно, отделка фасада Домского собора была вдохновлена отделкой колокольни. Колокольня, которая была построена при Кафедральном соборе, она вообще имеет очень интересный декоративный цикл. Конечно, его лучше рассматривать в музее, опера Дель Домо. Но здесь можно посмотреть на копии оригинального украшения. И вообще колокольня весь цикл воспевает человек и человеческий труд. Хотя мы говорим о постройке еще в Средневековье. То есть, когда человек ставится в центр философских всех концепций, это уже возрождение. То есть, это вдохновение античными взглядами. Но здесь, несмотря на начало постройки в первой половине XIV века, все равно мы видим, например, воспевание различных профессий, человеческих видов трудовой деятельности. Дальше различные виды умственной деятельности, науки и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, скульптуры. Скульптуры отображают пророков. Пророки тоже это не божественные существа, а люди жившие, которые предвидели приход Иисуса Христа. Если вы будете во Флоренции, я прямо настоятельно рекомендую, если у вас нет проблем с сердцем, клаустрофобией, проблем с высотой, посетите Купол Домского собора и также колокольню. Это реально такой экспириенс, который вам на всю жизнь останется. О, кстати, еще на сайте музея, я оставлю ссылку в описании, там можно виртуальный тур совершить именно по колокольне. Тоже очень прикольно. Конечно, я предлагаю вам приехать во Флоренцию, побывать у меня на экскурсиях, потому что на экскурсиях вы узнаете гораздо больше всего нового и интересного. Ну и третье здание, которое мы не можем обойти своим вниманием, это Баптистерий или Крестильня. Начиная с первых христиан и до средних веков одно из основных религиозных сооружений города. Баптистерий посвящен святому Иоанну Крестителю. Святой Иоанн Креститель является покровителем города Флоренции. И если церкви дается имя в честь святого покровителя, то, конечно же, сразу можно понять, что это главная церковь города. Представляете, в средние века всех горожан крестили именно в этом сооружении. Соответственно, здесь, например, был крещен Данте или Лоренцию Великолепные из рода Медичи. Кстати, знаешь, что Микеланджело, когда строил купол Сан-Пьетро в Риме, вот Ватикану, церковь самая большая святого Петра, он вдохновлялся своим родным куполом Кафедрального собора Флоренции. И даже когда поехал в Рим, говорил, что я еду строить брата этого купола, он будет, конечно же, больше по размеру, но некрасивее. Вот он прям стих написан, но на итальянском это стих. Я в другом видео рассказываю про это. Видео называется «Символы города Флоренции». Я ссылку оставлю в описании. Буквально на несколько минут хочу остановиться у самой, наверное, необычной церкви, которая есть в Европе, с необычной историей. Церковь Орсан-Микеле, бывший склад зерна и рынок зерна. На первом этаже был рынок, и, соответственно, вы можете увидеть вот эти вот арки. Они раньше были открыты, и там шла торговля зерном. И потом, впоследствии, когда было решено склад превратить в церковь, поручено было гильдиям ремесленников, которые тогда управляли городом и вообще, ну как сказать, составляли экономическую жизнь города, украсить фасады скульптурами, которые бы отвечали или отображали род деятельности и святого покровителя. В этом случае мы смотрим с вами на статую, которая была установлена здесь по заказу торгового трибунала или торгового суда, и это эпизод библейский, называется он «Фома неверующий». Наверняка знаете все это выражение. На самом деле выражение пошло как раз от вот этого библейского эпизода, когда один из последователей Иисуса Христа, Фома, не верил, не поверил в то, что Иисус воскрес, и сказал, пока я не увижу его раны, не вложу перст в его раны, я не поверю, что это Иисус. И соответственно здесь мы вот как раз видим Иисус, демонстрирует рану от копья, и Фома неверующий уже готов ее потрогать. Автором этой скульптуры был Андреа Дель Вероккио, это был художник-скульптор, владелец огромный, очень плодотворный, здесь Боттеги или же мастерской флорентийской, и в этой мастерской учился Леонардо да Винчи. А знаешь, кстати, почему именно вот этот эпизод был избран как символичный для суда? Потому что суд должен все слова и все доказательства проверять, именно инструментально, то есть трогать, не может на слово верить. И вот как Фома неверующий не поверил на слово, должен все трогать. То есть во всем, вообще во всем искусстве есть всегда смысл. Не бывает такого, что вот просто там нарисован какой-то человек, или просто какое-то животное, это все символы. И это очень интересно в этом, ну, начинать потихоньку разбираться. Вот у меня на экскурсиях у людей иногда бывает вообще, знаешь, такие инсайты просто. Это классно. И особенно, кстати, в галерее Уфицы часто люди вообще по-другому совершенно начинают на искусство смотреть. А теперь идем на площадь Синьории смотреть на музей под открытым небом. Пойдем. Ну вот мы выходим на площадь Синьории. Мы с вами побывали на площади, которая символизирует религиозное начало в городе. А вот это политическое начало города. Я уже вот когда рассказывала про Руссан Микеле, немножко затронула тему ремесленных гильдий, Флорентинская республика как раз управлялась ими. До тех пор, пока в городе не укрепили свое влияние семья по фамилии Медичи, наверное, вы знаете, все слышали, по крайней мере, про сериал, ну или вообще Катерина де Медичи, которая была одной из французских королев. Семья Медичи приходит в город, захватывает власть, и несмотря на то, что несколько раз ее изгоняют флорентийцы, она все-таки потом, благодаря вот этому товарищу на коне, Козьму Первому, укрепляет свое влияние в городе. И Палаццо Векки, который на этой площади является главным зданием, или же городская ратуша, которая была построена специально для того, чтобы городской совет в своих стенах принимать, она становится резиденцией правителя единоличного великого герцога Тосканского Козьма Первого. Площадь, на которой мы стоим сейчас, это музей под открытым небом, наверное, один из богатейших музеев вообще, которые существуют в мире. Как, кстати, весь исторический центр города, который находится под охраной ЮНЕСКО, как объект всемирного наследия культурного и исторического человечества. Соответственно, здесь огромное количество скульптур, многие из которых являются оригиналами, не копиями. Но, а я хочу поговорить сейчас с вами о самой знаменитой скульптуре, по сути, и самой фотографируемой копией самой знаменитой скульптуры в мире. Я, конечно же, говорю сейчас о Давиде. Как я уже сказала, речь пойдет у нас о Давиде Микеланджело. Это одна из ранних его работ. Микеланджело, когда он его ваял, было всего 26 лет. И, несмотря на то, что были некоторые трудности с самим мрамором, из которого был сделан Давид, а в частности, мрамор был не очень хорошего качества, и два скульптора предыдущих, которые пытались с этой глыбой работать, они оставили затею. Но Микеланджело, имея довольно сложный, серьезный и настойчивый характер, он решил, что все-таки он сделает это, и освоял одну из прекраснейших скульптур вообще, в принципе, в мире. Кстати, Микеланджело всего за три года ваяет Давида. Кстати, сейчас отвечу на самые часто задаваемые вопросы. FAQ. Я не знаю, почему туристам интересно всегда. Знаешь, какие вещи? Какого он роста? Это 5 метров 17 сантиметров вместе с пьедесталом. Сколько весят? Скажи, зачем человеку знать, сколько весит статуя? Неизвестно. Тем не менее, чуть больше пяти тонн. И третий вопрос, который тоже всех очень сильно волнует, почему он такой голый? Почему Давид такой голый? Давид такой голый, потому что Микеланджело нужно было показать идеальную человеческую красоту. А вообще, сама статуя, смысл и посыл, так же, как и посыл самого Нифа, это что не всегда просто грубая сила может победить, что иногда можно победить с помощью ума, с помощью хитрости, с помощью смелости и отваги. Ведь по легенде Давид, который был всего лишь пастухом, он избавил свой народ от гиганта Голиафа, мучившего, третировавшего поселение, с помощью как раз-таки мудрости, ну даже не мудрости, а как это, хитрости и ума. Интересный факт. Давид, знаете, где должен был изначально быть установлен? Он должен был быть установлен на Домском соборе, на Кафедральном соборе, простите. Нельзя говорить домский. Но потом он оказался настолько прекрасным, что Совет из самых заслуженных деятелей искусства того времени, а мы о самом-самом начале XVI века говорим, так вот, Совет из самых заслуженных деятелей решил, что такая красота не должна где-то там наверху быть, что никто ее там не увидит, и поэтому установили около главного центрального входа в городской совет Палаццо Векио. Если вам, кстати, вдруг интересно, какой высоты сам Палаццо Векио, то я вам отвечу. Почти 100 метров. И вы можете посетить башню, которую строил, кстати, как и весь Палаццо Векио, опять же, уже нам известный Арнольфо Дикампио, тот же, который Кафедральный собор закладывал и начинал строить. И начал он строить в 1299 году. Вздумайтесь только, в самый конец XIII века. Можно посетить как музей, так и взобраться на башню. Купить нужно будет билетик в кассе. Самое главное-то, я забыла сказать, тот, на кого вы сейчас смотрите, это копия. Оригинал Давида находится в музее, потому что статуя настолько хрупкая, что она не вынесла бы всех погодных условий. Но здесь, на этой площади, есть и оригиналы. Например, бронзовая скульптура Персей с телом Медузы Гарбоны, автора Бетену Тучилини. Я не буду на ней останавливаться, но мы обязательно о ней говорим довольно подробно, потому что история создания этой скульптуры очень интересная. Мы говорим о ней на моих экскурсиях. Ну а мы сейчас вышли на площадь Уфицы. И, конечно, здесь следует несколько слов сказать о самом здании. Уфицы или же Уфичи, или же офисы, если по-русски. И здание было построено архитектором Джорджу Вазари. Это один из его шедевров. И построено оно было по заказу Козьму Первого, который, помните, я говорила, въехал в городскую ратушу, когда он стал полноправным правителем единоличным города. И, соответственно, городские магистратуры, которые помогали Козьму Первому в управлении городом, переехали к нему под бачок в новопостроенное здание, которое, как я уже сказала, получило название Уфичи офисы. Впоследствии Уфицы. И семья Медичи, как большие любители и покровители искусства, начали в стенах этого здания не только размещать различные мастерские художественные, например, мастерская ювелирная или обработки камня. Галерея была здесь расположена, но также и первые произведения искусства были также помещены в галерею Уфицы, где их могли осматривать. Тогда речь шла в основном о древних, античных статуях. Их могли осматривать друзья семьи. Впоследствии галерея стала открытой для публики. Один из самых посещаемых музеев в мире. В Италии самый посещаемый музей. Там в основном картины содержатся, но также и скульптуры. Предлагаю обязательно посетить, когда вы будете во Флоренции. Как я неоднократно уже говорила, это лучше делать в обществе гида, потому что так вы сэкономите кучу времени, не будете там ходить среди огромнейшего количества картин. Увидите самые главные произведения и, конечно, узнаете много всего интересного. Сама площадь украшена скульптурами. Во главе у нас Козима Первый взирается высока на нас. Вообще, кстати, Тоскана и Флоренция огромное количество гениальных людей миру дала. Я о них как-нибудь обязательно расскажу в других видео, но и на экскурсиях тоже частично, естественно, рассказываю. Мы сейчас выходим к реке. Река, которая течет во Флоренции, называется Арно. И эта река давала жизнь городу, потому что, помните, мы говорили, что в средние века город разбогател. Тут было большое количество ремесленных гильдий. А чем же занимались эти ремесленники? Они занимались в основном производством и торговлей тканями. И, соответственно, для того, чтобы производить и торговать тканями, вода очень нужна не только для обработки тканей, например, для процесса окрашивания, но еще и для того, чтобы перемещать. Потому что тогда не было автострад, не было грузовиков, а были морские и речные суда, на которых, собственно, ткани перевозили. Река Арно течет в сторону моря. И там у нас есть большой порт, который существует до сих пор, порт Ливорно. И в те времена тоже порт существовал. Также Пиза. Почему, собственно, Флоренция все время очень хотела Пизу завоевать? Потому что это был выход к морю. Река протекает через Пизу и выходит в море. И, соответственно, там вот эти вот Пизанцы, они раздражали флорентийцев своим присутствием, потому что они периодически воевали, а периодически просто не находили общего языка. И вот, и, соответственно, потом, когда Пиза все-таки вошла в состав Тосканского государства, Тосканского Великого Герцогства, то дела пошли тоже очень хорошо. У Флоренции по части торговли тканями уже беспрепятственного. Сейчас река не является судоходной. Почему в городе построили плотины? Потому что в истории города было несколько разрушительнейших наводнений. В частности, в 1333 году, 4 ноября, наводнение, которое смыло Понте-Векю. То есть тот постмост, старый мост Понте-Векю, на который мы смотрим, это уже, ну, как бы новый старый мост, построенный в конце 30-х годов 14 века, получается. И в 1966 году, опять же, 4 ноября, просто инфернальный какой-то, инфернальный день, тоже было жуткое наводнение во Флоренции, которое повредило огромное количество произведений искусства. Ну, а мы сейчас с вами посмотрим буквально несколько минут на коридор в Азаре, который здесь очень хорошо виден. Он выходит из галереи Уфицы, вот на экранах, на ваших водон, и идет потом над Понте-Веки по коридору в Азаре, как следует из названия, был построен архитектором Джорджо Вазаре, тем же, который галерею Уфицы строил, всего за 6 месяцев. И построен он был для того, чтобы семья Медичи могла ходить не по земле, как все простые смертные, как настоящие правители, практически по воздуху, летать из своей старой резиденции в новую резиденцию. Продолжительность этого коридора практически километр. Все это построено над землей. Джорджо Вазаре и здесь тоже продемонстрировал свой архитектурный гений. И часто у туристов, конечно же, возникает вопрос, что сейчас в коридоре в Азаре. Коридор в Азаре стал местом для огромнейшей, самой большой в мире коллекции автопортретов. Сейчас, к сожалению, доступ туда закрыт. До коронавируса, и до того, как коридор закрыли на реставрацию, можно было посетить в составе маленькой группы за очень большие деньги. Сейчас коридор закрыт на реставрацию. Обещают, что в конце 22-го года его откроют и уже сделают свободным для посещения, но за билет, по-моему, 40 евро будет стоить билет только чтобы посетить коридор в Азаре. Но чтобы туда попасть, нужно купить также билет в галерее Уфицы, потому что по-другому туда не попадешь. Соответственно, в общем, это такая будет... Ну, цена на посещение коридора в Азаре уже будет фильтром, потому что, на самом деле, конечно, когда в Азаре строил, он не предполагал, что по нему будут ходить туристы, а предполагал, что по нему будет ходить правящая семья со свитой, то есть небольшое количество людей. Сейчас мы пойдем под коридором в Азаре, пройдемся по галереи и выйдем на Понте Векио Старый мост. Пойдемте. Понте Векио Старый мост, кстати, примечательен не только тем, что он является самым старым мостом в городе Флоренция, и единственным пережившим гитлеровское влияние в городе и гитлеровское отступление в 44-м году. Но еще и он интересен тем, что когда Джорджио Вазари построил коридор в Азаре, Медичи повелели испокон веков на мосту обитавших мясников отсюда убрать. Мясников всех выселили на городской рынок, а мост заселили ювелирами, которые с тех пор, это вторая половина 16 века, на мосту имеют свои мастерские. Ну, теперь уже это магазины, раньше это были все-таки больше мастерские. И Бенвенуто Челлини, автор Персея, которого мы сегодня, ну, так коснулись прям очень-очень нежно, он тоже имел свою мастерскую. На мосту мы сейчас чуть позже увидим и его, и ее. А мост, кстати, здесь еще с римских времен. Вот римский город Флоренция тоже имел один мост, и мост этот был вот на месте Фонте-Веки. А почему именно здесь? Потому что берега ближе всего, в городской части, берега Арна ближе всего друг к другу подходит именно здесь. Я уже сказала, Фонте-Векио Старый мост не был разрушен. Единственный в момент отступления гитлеровской армии остальные все мосты были разрушены. В частности, например, красивейший мост Святой Троицы Понте-Санта-Тринита, который соседний с этим мостом. Вот, кстати, Бенвенуто Челлини сейчас на ваших экранах. И смотрит он не зря вот туда вот вправо. Это смотрит он на свою мастерскую, потому что Бенвенуто Челлини был прежде всего ювелиром. Так вот, Понте-Санта-Тринита или мост Святой Троицы, который за ним, сейчас мы вам его покажем обязательно, я надеюсь, спроектирован он был в Микеланджело, а построен уже скульптором Бартоломео и архитектором Бартоломео Монати. И, к сожалению, был взорван немецкими войсками. Тот мост, на который вы сейчас смотрите, это уже постройка 50-х годов 20-го века. Мост восстановили по эскизам, по рисункам, по картинам, по сохранившимся фотографиям. К счастью, в то время их было уже много. И мост точно-точно такой же, как его проектировал Микеланджело. Красивейшая линия, приподнятая такая, видите, она не параллельно идет поверхности, она чуть поднимается к центру и потом опять чуть-чуть опускается. И я думаю, что мы об этом мосте тоже поговорим в какой-нибудь другой из наших прогулок или здесь на YouTube или в Instagram. Ну, вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что я для вас немножко приоткрыла завесу тайны того, что происходит на экскурсиях и развенчала миф, что прогулка с гидом это очень скучно, занудно. Надеюсь, что вам понравилось и что вы подпишетесь на мой канал. Лайк обязательно поставите этому видео. Приедете обязательно, как только откроют границы ко мне на экскурсии настоящие, живые, хорошие, с душой сделаны здесь во Флоренции. И все. Я желаю вам хорошего утра, дня, вечера, хорошей рабочей недели или же хороших выходных. И пока-пока. Бачи-бачи.